Дорогие коллеги, на самом деле очень радостно, что у нас укрепилась эта традиция. Совсем недавно это была идея, теперь это уже именно традиция, и я думаю, что это надолго. Фестиваль, в рамках которого проходит наша конференция, идет уже давно. Он начался 23 марта, завершится 24 апреля. И проводится, тоже это уже стало привычным, и в храмах Москвы, и в залах Московской консерватории. В частности, сегодня в конце дня тоже будет концерт в Большом зале консерватории, один из концертов в программе этого фестиваля. У нас в консерватории действительно есть очень прочная связь с Русской Православной Церковью. У нас заключены договоры с церковной аспирантурой, и это объединяет наши силы, поскольку тематика исследований, которые проводятся в русле церковных научных устремлений, очень тесно связана с тем, что мы сейчас тоже воскресили как нашу традицию. В сегодняшней конференции там очень хорошее подтверждение, потому что князь Адуевский – это, собственно, основоположник нашего отечественного музыкознания. И более того, в год основания консерватории, это был 1866 год, он выступил с инициативой включить в структуру консерватории кафедру истории и теории церковного пения. То есть в этом отношении была очень прочная основа для того, чтобы после вполне объяснимого перерыва уже советского периода мы вернулись к этим традициям. И таким образом у нас действительно даже в структуре консерватории произошли сейчас соответствующие изменения. То есть был центр церковной музыки, который сейчас уже взаимодействует с факультетом хоровым, с кафедрой хорового пения. Поэтому в едином, так сказать, у нас потоке есть и научное изыскание, и, собственно, творчество. Мы создали хор, церковный хор, который также сейчас уже включен и в программу этого фестиваля, и вообще очень активно взаимодействует как раз с ригминскими и с другими традициями, которые мы развиваем. Вот такая ситуация, она очень радостная, и поэтому, когда мы собираем конференцию, то мы фактически пользуемся возможностью расширить круг общения. И очень приятно, что фестиваль действительно международный, то есть у нас представлена и Молдова, и Белоруссия, и Франция. То есть есть такие выходы за пределы уже границы Российской Федерации, которые отражают вот такое центростремительное движение, которое мы всегда поддерживаем. И я прошу также огласить приветствие митрополита Эллиона, который в свое время был инициатором этого фестиваля и самой идеей. Ну и, собственно говоря, звучание его музыки будет завершением этого фестиваля в том самом концерте, который я уже упомянул, 24 апреля в Большом Зале Консерватории. Прошу вас. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Дорогие братья и сестры, сердечно приветствую участников и гостей Второго Международного Великопостного фестиваля духовной музыки. Великопостные концерты – уникальные явления культуры, истоки которого уходят еще в 18-е столетие. Своего расцвета они достигли в 90-е годы 19-е и 1-е десятилетия 20-го века, когда театры в Великом Посту не давали спектаклей, а публике представлялись образцы высокого искусства из мировой сокровищницы хоровой музыки в исполнении лучших церковных хоров. Идея проведения цикла концертов в духовной музыке актуальна и в наши дни. Христианская культура служит опорой для общества, наполняет его жизнь вечными смыслами, которые дают человеку силы жить в мире и согласие с Богом и окружающими людьми. Дни Великого Поста особым образом преображают жизнь христиан на протяжении многих столетий, а традиция Великопостных концертов дополняет духовные усилия при общении к ценностям христианской культуры. Надеюсь, что совместная деятельность музыкантов-исполнителей, ученых и служителей Церкви будет способствовать развитию творческой активности и научных контактов в деле сохранения православных традиций, духовному росту и внутреннему обогащению всех соработников на небе просвещения, Желаю организаторам, участникам и гостям Великопостного фестиваля помощи Божией, успехов во всех начинаниях. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры, митрополит Волоколамский-Пелорион. Московская консерватория научными акциями Адольевского давно не вспоминала. А в этом году так совпало, что и 215 лет со дня рождения князя, и 150 лет со дня кончины. И мы смотрели много интересных материалов, посвященных Адольевскому, и поняли, что масштаб его личности, наверное, до конца, до конца никто вот так вот одномоментно не рассказывал, потому что Адольевский занимался и церковным пением, а к нему он пришел, между прочим, после 20 лет изучения русского фольклора, который он собирал и считал, что именно наши традиционные народные напевы надо сохранять, и это будущее русской музыки. И для меня, конечно, Адольевский как фигура на протяжении моей жизни открывался все время по-разному. Все мы знакомимся с Адольевским в школе, и знаем его как писателя, «Городок в табакерке» и другие его произведения, это то, с чем мы знакомимся в совсем юном возрасте. Потом мы понимаем масштаб Адольевского как музыкального критика, и фактически одного из основоположников этого направления, и музыкальной лексикографии в частности. Но мы довольно мало знаем о том, что он был совершенно разносторонним человеком. Он и в обществе любителей древнего церковного пения, и в русском географическом обществе. И масса таких вот фундаментальных организаций, где князь считал необходимым приложить свои усилия. Я очень рада тому, что мы собрались на этой конференции из разных городов России и из других стран. Я надеюсь, мы очень плодотворно пообщаемся. Я благодарю Александра Сергеевича Соколова и отца Даниила за то, что они, мне кажется, так на высоком уровне одухотворенно открыли наши встречи. Большое спасибо. Спасибо вам. Успехов вам. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.